Я считаю, что это страх. Мы боимся всегда чего-то. Мы боимся совершать ошибки. Мы боимся, что нас осудят. Мы часто подбираем слова в уме, прежде чем их сказать. Мы всегда хотим показаться лучше, чем мы есть на самом деле. Потому что мы не уверены в себе. Мы сомневаемся в себе. Если у человека низкая самооценка, то у него повышенный страх. У человека с высокой самооценкой страх занижен. В нем есть здоровая агрессия и готовность вступить в борьбу. В нас с детства забивают нашу здоровую агрессию. Я практически убежден в том, что в вашем окружении есть хотя бы один манипулятор-паразит, который хочет вас возглавить и властвовать над вами. Сейчас в коллективах борьба не напрямую. Она скрытая, подлая, хитрая. Но человеку очень трудно скрыть свои настоящие мотивы. Мы всегда чувствуем, где порядочность, а где подлость. Также нужно научиться самому гасить ненужные мысли в уме. Выгонять их. Мозг нам постоянно будет что-то вбрасывать. Мы не можем контролировать наши мысли и наш мозг на 100%. Смена деятельности. Не лежать на диване. Потому что безделье разрушает и сжирает и вгоняет в депрессию. Нужно дать себе психологическую команду, что я запрещаю себе лежать без дела. Мне нужно что-то делать. Мне нужно наращивать свою персональную силу. Мне нужно зарабатывать деньги. У меня нету времени страдать. Я не могу позволить себе это. Моя молодость уходит. Мои возможности забирают другие люди. Как я могу это спокойно принимать и не раздражаться? Что со мной? Многие из нас привыкли идти по пути наименьшего сопротивления. Мы хотим предсказуемости и комфорта. Мы боимся рисковать. Мы боимся отказа. Мы боимся выглядеть нелепо. Мы боимся, что над нами все будут громко смеяться. Потому что мы могли не развивать в себе персональную силу, которая перебивает все это. Большинство из нас выросли в относительно тепличных условиях. И это могло зародить в нас множество страхов и фобий. Значит, нужно создавать себе препятствия. Создавать себе дискомфортные ситуации. И тренировать свою способность чувствовать себя в них комфортно. Друзья, я уже не знаю, как вас заманивать на телеграм. При этом вас не раздражая. Скажу, что это будет одним из лучших каналов в вашей ленте. Просто перейдите и зацените хотя бы пару постов. Обещаю, что это будет нестандартно. Также подписывайтесь и на этот ютуб канал, если вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok